Привет, мои хорошие! Вы на канале Аксель на гриле. У нас уже вечер, но мы все равно с вами приготовим то, что я задумала. А сегодня я захотела приготовить драники. Драники на барбекю. Я начистила картошки, написала соседке, говорю, у тебя есть терка? Она говорит, нет, терки нет, у меня есть комбайн. Вау! Думаю, боже, Всевышний услышал мои молитвы. Комбайн, это же прекрасно! Думаю, ну если комбайн, то в принципе я могу рассчитывать, что я сделаю гораздо больше, правильно? Мне же не нужно будет тереть. Говорю, отлично, давай тогда к нам в гости, потом придешь. Приносят мне комбайн. Оу, май, гад. Я не знаю, как для вас, но это супер комбайн. Ладно, будем готовить с помощью этого комбайна. К темноте, я думаю, закончим. Так вот, у меня уже очищенная картошка у меня есть две морковки это то что у нас будет в драниках еще у нас будет мука 2 яйца и немножко зелени у меня есть позади меня вот такой красивый букет но мы возьмем вот этот букет и добавим немножко зелени так мы сделаем все для того чтобы приготовить драники на бразеро которое у нас сейчас разжигается и греется а помимо этого я еще нарезала грибы лук и вот такой вот кусочек сала у меня есть мы его сами закоптили я вот тоже порежу мы сделаем такую вот зажарочку вкуснейшую для драников ну что берем прекрасный комбайн начинаем так прошло двое суток я не знаю зачем тренажерки можно просто потереть картошку сливаем лишнюю водичку которая отходит я уже слила чуть-чуть она еще есть еще немножко отожму соли и трем морковку комбайн поменяли потому что с тем комбайном у меня точно смотрите подкачала немножко оба комбайн немножко другой и с этим полегче прошлый комбайн оказался нереально невыносим бережем руки так как эти комбайны явно не для детей и так слава богу что у нас уже и морковка натерта и картошка тоже теперь взбиваем сюда 2 яичка 3 ложечки муки добавляем и все перемешиваем подождите еще же нужно букет немножко добавить можно добавить укроп можно добавить петрушку я добавлю так высыпаем теперь все это дело солим ложечка соли полную полная ложечка потому как у нас немало даже я думаю еще половинка и поперчим я думаю пол чайной ложечки недостаточно и по консистенции я так посмотрела мы добавим еще три ложечки муки и хорошенько все это перемешиваем и все у нас уже брозеро готово она же нагрелась достаточно поэтому мы все это перемешиваем и отправляемся к брозеру хорошенько хорошенько вымешиваем чтобы и соль и перец и мука чтобы все это у нас распределилась хорошо ну и приступим и вот так вот немножко прихлопываем можно конечно делать прям правильной формы круглые овальные я никогда этим не заморачиваюсь не с сырниками не салатушками так я так смотрю сейчас пойдем всех соседей кормить сейчас расскажем всем французам что такое комбайн как он выглядит итак у нас остается лук грибы и сало копченое сало копченое у нас получилось достаточно соленое по так поэтому мы ничего солить не будем я просто его нарезаю сначала вот так потом вот так все это мы сейчас нарежем перемешаем с грибами и поджарим а еще потом мы нальем сметанки это будет так вкусно как дома и так высыпаем вот сюда наше вкуснейшее сало сало сейчас добавляем лук и грибы сейчас добавим сколько можно сейчас посмотрим по переворачиваем поснимаем какие-то драники и добавим еще так и сейчас сразу же мы отправляемся смотреть что у нас получается а получается у нас все хорошо легко все переворачивается смотрите управляемся одной лопаткой образирую предварительно было хорошо смазано маслицем ну как хорошо в миру итак я освободила еще немного места пока вот эта партия у нас доходит до готовности я вот здесь вот еще высыплю грибочки смотрите какая романтика когда брозиром работает делает свою работу делает нам какой-то вкусный ужин и то же самое время горят дрова атмосфера непередаваемая правда я уже на данном этапе задумываясь что нам наверное нужно где-то вот деревянная подставка вот здесь вот о которой я говорила на выставке помните и так я забираю все которые у нас уже сто процентов доготовились смотрите вот здесь вот этот натюрморт наш прекрасный он тоже готов я забираю часть вот такой красоты можно выложить драник потом грибочки салом следующих драник сверху то есть ярусами можно рядышком вот так вот еще у меня есть вот такая вот сметанка но у меня нет вилки и так у меня есть вилка мы пробуем берем один разрезаем отлично грибочки тоже готовы тоже готовы но можно я люблю когда более зажаренные пускающие немножечко поджарится кусочек сала грибочек уже со вкусом сала шикарно ну и конечно же со сметанкой все это очень вкусно очень хорошо вот эта партия готова у нас еще производство продолжает свою подходить своей готовности ну а я с вами прощаюсь поверьте оладушки блинчики какие-то драники все это возможно делать и дома и на гриле на гриле это особая атмосфера это дрова которые перегорают ты смотришь на огонь ты готовишь и ты не 10 партий делаешь а вот посмотрите все за один раз это же шикарно просто я прощаюсь с вами но только на сегодня вы подписывайтесь на мой канал если вы до сих пор этого не сделали пишите комментарии ставите пальчик вверх и нажимайте колокольчик